Вихри ужаса, гендерно перевёрнутый Шекспир и целый сериал о кемпинге – вот несколько грядущих тайтлов, которые фанаты аниме ждут с нетерпением в 2022 году. В октябре 2019 года поклонники аниме и хорроров получили долгожданные потрясающие новости. Эдалт Суэм объявила, что адаптирует леденящий душ в шедевр Дзюнзи Ито Узумаки в качестве мини-сериала из четырех частей. Любимая многими манга конца 1990-х годов уже получала экранизацию в 2000 году, и на тот момент она получила неоднозначные отзывы. Но если кто-то и может сделать анимационный вариант панорамной истории Ито, так это Хироши Нагахама. В первую очередь Нагахама известен тем, что сумел превратить сюрреалистичную хоррор-мангу Мусиси в высокооцененный хит, и теперь у него большие планы на Узумаки. В первом тизере сериала Нагахама изложил своё художественное видение. «Я хотел сделать что-то, что напугает людей и заставит их смеяться, и к чему они захотят возвращаться снова и снова. Я хочу, чтобы получилось что-то вроде этого. Обещание Нагахамы взбудоражили поклонников манги Ито, но в 2020 году, когда изначально планировался выход аниме, премьеры так и не случилось. В 2021 году Эдал Суим подтвердил, что Узумаки всё ещё разрабатывается, и в следующем году наконец-то процесс завершится. Нагахама сказал фанатам, «Я искренне прошу прощения за задержку и прошу ещё немного потерпеть» Узумаки переводится как Спираль. История манги происходит в маленьком японском городке, где сеет хаос, таинственное проклятие. Студия, ответственная за призрак в доспехах, продакшн IG, прилагает все усилия, чтобы как можно точнее адаптировать художественный стиль и то на экране. В 2018 году Funimation объединилась с Fox и выпустила полнометражный драконий жемчуг супер Броли в кинотеатрах 18 стран. И это был однозначный успех. Фильм собрал более 115 миллионов долларов в прокате по всему миру и получил восторженные отзывы критиков, став хитом даже среди зрителей незнакомых с франшизой. Интерес ко всему, что связано с жемчугом дракона, вновь возродился с тех пор, как в 2015 году в эфир вышел сиквел сериала Драконий жемчуг, и в наше время у этой франшизы фанатов больше, чем когда-либо. Поклонники, выросшие на оригинальном аниме 1980-х годов, теперь делятся им со своими детьми, и Митчел Бергер из Funimation называет сериал привлекательным для нескольких поколений. Это нашло отражение в восторженной реакции на Драконий жемчуг Супер Броли, которая дала титульному Саяну новую, улучшенную историю происхождения. Его приняли настолько хорошо, что создатель сериала Акира Торияма заявил, что новый мультфильм Драконий жемчуг Супер Супергерой планируется в 2022 году. – Время! Торияма поднял хайп на официальном сайте Драконьего жемчуга, написав, «Как и в предыдущем мультфильме, я руковожу написанием сюжета и диалогов» Мне пока не стоит много говорить о сюжете, но будьте готовы к увлекательным экстремальным схваткам, в которых может поучаствовать неожиданный персонаж. Название фильма и обновленный дизайн персонажей были впервые показаны на Comic-Con at Home в 2021 году. Что может быть круче, чем парень с бензопилой? Парень, который и есть бензопила. Человек-бензопила, автор Тацки Фузимото, произвел фурор, едва попав на прилавки магазинов в декабре 2019 года. MAPPA, студия, создавшая Дора Хедора и Магическую битву, очень быстро взялась за адаптацию высокооктановой манги. Дэнджи, охотник на драконов, утопающий в долгах, едва сводит концы с концами вместе со своим дьявольским псом Почитой. После того, как одна из его работ заканчивается тем, что Якудзе буквально наносит ему удар в спину, Дэнджи заключает сделку с Почитой, которая позволяет ему переродиться в виде гибрида человека и дьявола. Потянув зашнур на груди, Дэнджи может превратиться в демона-бензопилы, в монстра с несколькими бензопилами, выходящими из его рук и головы. Манга Человек-бензопила прославилась жестокими боями и черным юмором и получила награду Шогаку Кан 2020 года как лучший сёнэн. Пусть точная дата релиза пока и не называется, недавний трейлер сообщает, что фанаты могут ожидать увидеть любимую кровавую историю на малых экранах в 2022 году. Популярное аниме 2020 года Патриот Мориарти предложила свежий взгляд на классического литературного персонажа. И вот теперь ещё одна радикально измененная версия известного злодея должна появиться на малых экранах в 2022 году. Вот только на этот раз персонаж существовал в действительности. Манга Ай-Якано, Реквием по королю роз, рассказывает гендерно перевернутую историю Ричарда III, одного из самых ненавистных монархов в истории. Действия серии происходят в период, известный как Война Алой и Белой Розы, 30-летний конфликт между дворянскими домами Йорка и Ланкастера. В начале истории отец Ричарда приближен к трону, но сесть на него ему было не суждено. У герцога Йоркского украли и корону, и жизнь. Потеря отца сильно ударила по Ричарду. Но кровавый конфликт продолжается, и теперь, когда его любимый отец погиб, Ричард может думать только о мести и троне. Манга, основанная на классической пьесе Шекспира, Ричард III дебютировала в журнале Мансли Принцесс ещё в 2013 году и до сих пор пользуется популярностью. Известная неожиданными поворотами манга Реквием по королю роз станет увлекательным аниме-сериалом, который выйдет на малые экраны в январе 2022 года. Восхождение героя Щита стало одним из самых популярных аниме 2019 года. Но, кроме того, оно было и одним из самых противоречивых. На бумаге это просто стандартный исекай, поджанр фэнтези, в котором главный герой внезапно переносится в странный новый мир. В наше время новому исекаю сложно выделиться из постоянно обновляющейся огромной толпы, но восхождению героя Щита это удалось благодаря невероятно смелому и рискованному способу. После прибытия в новый фантастический мир главного героя ложно обвиняют в сексуальных домогательствах. Социально неприспособленный Отаку Нао Фуми Иватани – один из четырех простых людей, призванных в королевство Мелро Марк, чтобы спасти его от надвигающейся гибели. Их называют четырьмя героями, и каждый из них получил легендарное оружие, которое поможет им в приключениях. Оружием Нао Фуми стал Щит, но когда его спутник предал и обманул его, Нао Фуми стал изгоем, и ему пришлось отправиться сражаться с волнами бедствия в одиночку. Некоторые люди возражали против использования в сериале обвинения в сексуальном насилии в качестве сюжетного тропа, но, несмотря на это, фанаты требуют продолжения с тех самых пор, как закончился первый сезон. Учитывая новизну манги, на которой основано аниме «Сведенные кукушкой», весьма примечательно, что оно стало одним из самых ожидаемых в 2022 году. Написанная и проиллюстрированная Мики Йокишава манга «Сведенные кукушкой» очень популярна в Японии. В период пика популярности каждую секунду продавалось два тома этого ром-кома, и фанаты уже ждут не дождутся экранизации от режиссёра Йоси Юки Сирахата. В тизер-трейлере сериала рассказывается, что «Сведенные кукушкой» – это история любви застенчивого мальчика и всемирно известной девушки. Старшеклассник-интроверт Наги Умино впервые встречается со своими биологическими родителями, когда встречает Эрику Аману, звезду социальных сетей, пытающуюся избежать брака по расчёту. Она предлагает Наги стать её фальшивым парнем, чтобы ей не пришлось выходить замуж, и Наги с неохотой соглашается. Вскоре они обнаруживают, что Наги и есть её предполагаемый муж. Их случайно перепутали в младенчестве, и родители считают, что свадьба – лучший способ стать настоящей семьёй. К несчастью, Наги уже присматривается к другой, и тут наступает хаос. Сприган – результат сотрудничества Netflix и David Production. Он стал ещё одним сериалом, перенесённым на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Для тех, кто не знаком с этим названием, Сприган – это манга в жанре Сёнен Фантастики, выходившая с 1989 по 1996 года, и она уже была экранизирована в 1998 году. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности во времена Холодной войны, в которую человечество втянулось, обнаружив существование передовых технологий, скрытых древней цивилизацией. Ю Оминае, член элитного подразделения, которое следит за тем, чтобы эти технологии не попали в чужие руки, борется с ополченцами и различными плохими парнями со скрытыми мотивами. Netflix уже выпустил пару трейлеров-тизеров Сприган, и они выглядят неплохо, а Дэбит Продакшн отлично знает, как сделать яркое аниме, ведь это студия, подарившая нам невероятные приключения Джо Джо. В этом конкретном проекте они мудро сохраняют элегантность и простоту первоисточника. Хироши Кабояши, который срежиссировал Кит Знайвера и Тигра и Кролика, следит за процессом разработки. На первый взгляд, созданный в бездне похож на сериал, который можно с комфортом смотреть с детьми. Но этот приключенческий сериал 2017 года далек от семейного контента. Основанный на одноименной манге Акихиту Цукуши сериал рассказывает о девочке-сироте по имени Рико, живущей в городе, построенном вокруг гигантской зияющей дыры, которая называется, как вы уже догадались, Бездной. Говорят, что внутри Бездны можно найти всевозможные странные артефакты и чудовищ, но немногие отважились исследовать её глубины. Те, кто спускается в дыру, известны как свистки. Одной из них была и мать Рико. И пускай она пропала во время экспедиции, оказывается, что она, возможно, не пропала насовсем. Рико находит сообщение от своей матери, призывающая её встретиться с ней в Бездне. Она решает, что пришло время спуститься туда, заручившись помощью нового друга робота. Второй сезон, созданного в Бездне, был анонсирован ещё в 2019 году, а в следующем году вышел фильм под названием Рассвет глубокой души. Продолжение истории запланировано на 2022 год, когда, наконец, выйдет второй сезон, официально названный, созданный в Бездне, Солнце сияет над Золотым городом. Детали сюжета пока держатся в секрете, но известно, что появится, по крайней мере, один ранее неизвестный персонаж. Читатели манги, несомненно, узнают пушистые белые руки Фапуты, принцессы Нарихате. Феномен манги Атака Титанов завершился с публикацией последней главы в журнале Bisatsu Сёнен Магазин летом 2021 года. Однако для зрителей аниме-путешествие завершится не раньше 2022 года, когда вторая часть четвертого и последнего сезона выйдет в эфир. Когда после третьего сезона выяснилось, что Weed Studio больше не будет продюсировать сериал, поклонники Атаки Титанов забеспокоились, но вмешалась MAPPA, и им удалось превзойти ожидания. Для главных героев, впервые увидевших океан, третий сезон Атаки Титанов завершился на необычно высокой ноте. Но, несмотря на это, когда нам показывают персонажей в первой части последнего сезона Атаки Титанов, всё складывается не слишком радужно. Между сезонами происходит четырехлетний скачок во времени, и главный герой, Эрон Йегер, уже не тот человек, которым был когда-то. Заметно повзрослевший ветеран исследовательского корпуса, как и его товарищи, измучен суровой войной. Проблемы пришли от страны за морем, Марли воюет с Элдийцами, потомками первого Титана, а Эрон встречается со старыми знакомыми, с которыми лучше бы не встречаться. Финал первой части закончился как раз в тот момент, когда он собирался сразиться с бывшим другом Райнером Брауном. Вторая часть финального сезона Атаки Титанов вышла в свет 9 января 2022 года. В 2015 году было объявлено об адаптации оригинального аниме-сериала Тигр и Кролик с участием Рона Хобарда в качестве продюсера. С тех пор популярность фильмов о супергероях растет день ото дня, но никаких подвижек в развитии проекта не случилось. Однако фанатам Тигра и Кролика не стоит отчаиваться. Десятилетние мечты о втором сезоне оригинального сериала скоро воплотятся в реальность. Sunrise, студия, подарившая оригинальный сериал Тигр и Кролик, подтвердила, что долгожданный новый сезон под названием Тигр и Кролик 2 выйдет в эфир в 2022 году. Действие сюжета происходит в недалеком будущем в городе под названием Stern Build, который наполнен как преступниками, так и супергероями. Герои Stern Build в костюмах, оклеенных спонсорскими наклейками, участвуют в шоу под названием Hero TV. Они соревнуются друг с другом, зарабатывая очки за каждое остановленное преступление. Тот, кто наберет наибольшее количество очков, получит титул Короля Героев. Но не все из них волнуются о славе и престиже. Нам рассказывают о ветеране-супергерои Котэцу Диком Тигре Кабураге и его партнере-новичке Барнаби Банни Брукс-младшим, двух людях, имеющих очень различное представление о том, что значит быть героем. Капитан Цубаса, культовое аниме 80-х, вернулась с новым сезоном в 2018 году, возродив интерес к футбольным сериалам. В 2022 году ещё один вымышленный японский футболист спрыгнет со страниц своей манги на малые экраны – Ао Ашито, главный герой манги Ао Аши от Юго Кабаяши. У Ао много нераскрытых талантов, но ему придется немало поработать, если он решит дойти до Джей Лиги – главного футбольного дивизиона Японии. К счастью, тренер Тацуя Фукуда готов постараться. Осознав потенциал, Ао бывший профи приглашает его на тренировочный сбор молодежной команды Tokyo City Espirion FC. Как и все другие аниме-звезды футбола, которые были до него, Ао произвел революцию в спорте Японии. Ао Аши отличается лишь тем, что он относительно новый, а потому чуть более актуальный. События в Капитане Цубаси нередко настолько преувеличены, что едва ли напоминают настоящий футбол, но Ао Аши серьезно относится к спорту. Персонажи изучают расстановку и исполняют приемы, которые можно увидеть и в реальном мире. Это манга, которую ждали многие футбольные фанаты, и аниме-адаптация выходит в идеальное время. Её выпуск запланирован на весенний сезон 2022 года, а это значит, что она выйдет в эфир в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA. От каллиграфии до минералогии, рыбалки и бальных танцев существует аниме практически о любом хобби. Лагерь на свежем воздухе, основанный на одноименной манге в жанре повседневности, ориентирован на любителей кемпинга и рассказывает о группе друзей, которые путешествуют по разным местам Японии. Эта восхитительная простая история превратилась в очаровательное аниме, когда студия Sea Station адаптировала её для малых экранов в 2018 году. Есть даже ремейк в формате игрового телесериала, который фанаты могут оценить в любой момент. Но на самом деле больше всего они хотят аниме, и именно его они и получат в 2022 году. Согласно рекламному постеру, девушки из Лагеря на свежем воздухе возвращаются в полнометражном аниме-фильме вместе с авторами, сделавшими оригинальный аниме-сериал настолько успешным. Сценаристы Цзин Танако и Муцуми Ито вернулись к своей работе, как и режиссёр Йосиоаке Кёгоку, чья работа над сериалом Лагерь на свежем воздухе принесла ему награду на Токийском кинофестивале аниме. Кёгоку сказал Аниме News Network, «Мне нравится думать, что награда досталась сериалу, а не мне. Пускай сериал и хороший, он не мой лично. Это стало возможным лишь благодаря тяжёлой работе всех сотрудников. Я считаю, что награда досталась мне как представителю сериала, а не лично мне» Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваше любимое аниме, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова